ведущего кабельных новостей в человека, который действительно становился все ближе и ближе к истине. Именно поэтому его и выставили на всеобщее обозрение. Я посмотрел на Такера и подумал, во-первых, это всего лишь вопрос времени, приятель. Судя по тому, как ты поступаешь, это всего лишь вопрос времени, когда они тебя выгонят. Но я смотрел на него и испытывал к нему огромное уважение, которое испытываю до сих пор, потому что на арене, на которой он работал, это канал Руперта Мердока Фокс Ньюз. Я вам прорекламирую замечательный канал с потрясающими фильмами. Ссылка будет внизу ролика, переходите прямо туда. Это самые лучшие фильмы в мире, которые на самом деле хороши, а они необычны и захватывающие. В них обязательно есть вкус, сюжетная линия, все то, что может захватить зрителя целиком. И пару минут отрывков из этого канала. Переходите там в плейлист, там будут фильмы, потому что в самом канале есть разные ролики, помимо этого. Да, рада, когда вы смотрите мои видео. И не забывайте смотреть мой плейлист. Если вы любите интересное кино, обязательно смотрите мои обзоры. У меня очень-очень много фильмов. А сегодня я подобрала самые невероятные фэнтези-фильмы. И надеюсь, вам они понравятся. Итак, переходим к серьезным страшилкам. Если вы думаете, что мультфильм не способен вас напугать, то вы ошибаетесь. Филу Типпету удалось снять настоящую ужасающую фантасмагорию, погружающую вас в кошмар, из которого можно выбраться, только если перестать его смотреть. Вот, наконец, Фил Типпет представляет свой собственный проект, который он давно собирался воплотить. Мир в руинах. Его населяют существа, мутанты, жуткие чудовища, сумасшедшие ученые, проводящие свои безумные спектакли. Все вокруг отвратительно грязно и мерзко. Маленькие человечки, работающие ради непонятной цели и уничтожаемые пачками без разбору, выжить практически невозможно. А за кулисами всего этого безумия находится создатель Бог, который из всего этого кошмара создает новые вселенные и миры. Разве каждый из вас не задумывался о безумии всего происходящего вокруг? И главное, зачем был создан такой бред? Почему не был создан мир, в котором нет всего этого ужаса? Фил Типпет воплощает все эти мысли в этой антиутопии, создавая неповторимого кинематографического голема, наполненного болью и печалью, заколлапсирующие человечество. Третья пара, Бажена и Карел, мечтают о ребенке. Но не судьба. Из-за этого у Бажены постоянный стресс. Пока однажды Карел не находит полено, смутно похожее на младенца, и приносит его домой. Что приводит Бажену в восторг. И она начинает всячески заботиться о нем. И, конечно, им приходится скрывать правду от соседей, маскируя его и огораживая от любопытных взглядов. Это не философский трактат. Это Монти Пайтон, которые своим безумным и непристойным юмором не оставляют камня на камне от социальных устоев и ограничений, мешающих наслаждаться жизнью. Слоган фильма «Богу понадобилось семь дней, чтобы построить мир». Монти Пайтон нужно всего полтора часа, чтобы его разрушить. Да, ну что же, у меня уже давно есть эта фраза, которую я использую на протяжении долгого времени. Дизайн и манипулирование. Твой идеал состоит в том, чтобы все верили в то, во что ты хочешь, чтобы они верили. Но ты же знаешь, что найдется достаточно людей, которые скажут, «Подожди, я сейчас взгляну на это». Я собираюсь задать тебе несколько вопросов и посмотреть, соответствует ли это действительности. Ты же не хочешь, чтобы они докопались до истины, поэтому занимайся дизайном и манипуляциями. Ты находишь маленькие тупички, чтобы сделать их счастливыми. К примеру, вирус ковид, о котором я говорю и утверждаю, с начала 2020 года не существует, был обнаружен в лаборатории в Ухане. А теперь, если у тебя есть склонность к заговору, я имею в виду, что ты задаешься вопросом, реально ли это или нет, тогда ты не поверишь официальной версии о том, что это произошло на мокром рынке в Ухане. Так что тебе нужно, чтобы дизайнер загнал тебя в тупик. И вот тогда ты говоришь или указываешь, или позволяешь указать, что это было сделано в Уханской лаборатории биолаборатории. Так что у этой истории есть две версии. Во-первых, это произошло случайно, а во-вторых, это истерика. Если бы я начал, у меня заболел бы живот, и я бы почувствовал боль. У тебя есть все эти явные доказательства того, что ковидом манипулировали и готовились к нему в течение долгого времени. И вот они сели за стол и задались вопросом, кто кто из вас выпустил вирус? Я так и думал, что это был ты. Нет, я так и думал, что это был ты. О боже мой. Так что теперь нам придется сидеть здесь и ждать, пока случайно не появится вирус. Боже мой, о боже мой, это случилось, это случилось. О боже, ну и дела, вау, какая же это удача. Это просто безумие какое-то. А потом ты получил ту самую заговорщическую запись, которая была выпущена специально. Хорошо, значит, ты собираешься выпустить смертельно опасный вирус, не так ли? Да, именно так. Это биологическое оружие, да. Так значит, ты же не хочешь, чтобы люди узнали, что ты это сделал, не так ли? Нет, нет. О-о-о, это последнее, чего бы нам хотелось. Так где же ты собираешься это выпустить? Ну что же, мы подумывали о том, чтобы выпустить его дальше по улице из Уханьской лаборатории, да ладно тебе, это самая большая биолаборатория в Китае, да ладно тебе. А потом ты говоришь, хорошо, значит, там есть биологическое оружие, не так ли? Да, хорошо. Так почему же они должны проверять его с помощью ПЦР-теста, а не тестировать на него? Как сказал создатель ПЦР-теста Карри Малис, он не может сказать, вам болен ли вы. Так почему же вы обманываете своих пациентов с помощью теста, который на самом деле на это не тестируется? И тогда почему ты обманываешь свою смерть, утверждая, что в течение 28 дней после положительного результата теста на вирус, если ты умрешь по какой-либо другой причине? Но ты знаешь, попадешь под автобус, что угодно, в твоем свидетельстве о смерти будет указан COVID-19. Они дарят тебе жизнь, они дарят тебе твою смерть. Зачем тебе это нужно, если у тебя в ходу биологическое оружие? Ведь оно должно было выполнить свою работу и уничтожить людей. Да, именно так оно и было. Все это имело бы гораздо больше смысла, если бы в 2020 году действительно умирало много людей. Но у нас не было ничего другого, кроме ремдисевира и аппаратов искусственной вентиляции легких. Но действительно, на 21 неделе 2021 года, когда они действительно получили экстренные заказы на инъекции, ранее до этого за неделю в том году число погибших сократилось до минимума. Сразу же после того, как были сделаны инъекции, произошло избыток смертей. Но если посмотреть на 2020 год, то все просто забывают о том факте, что на самом деле произошло очень мало избыточных смертей. Так что это просто говорит тебе обо всем, что тебе нужно знать, о том, что эта штука не является реальной вещью. Ее просто не существует. В ней нет никакой изоляции. Она была смоделирована на компьютере, и они просто пошли на это. Да, это всего лишь компьютерная симуляция, выполненная на компьютере. Они просто соединили все это воедино на компьютере. И у тебя есть этот полный мошенник по имени Кристиан Драстен из Германии, так называемый вирусолог, который прямо по сигналу в январе 2020 года разработал протокол для использования ПЦР-теста, чтобы проверить себя на наличие вируса, когда создатель ПЦР-теста сказал, что вы не можете этого сделать. И без какой-либо экспертной оценки это было немедленно рекомендовано всем странам Всемирной Организации Здравоохранения. Именно это и стало методом обмана пациентов. А потом позже Драстон вышел и сказал, ну на самом деле, когда мы составили протокол, у нас на самом деле не было никаких естественный вирус. Это была компьютерная программа, предоставленная нам китайцами. Это всего лишь шутка. Но ты же знаешь, в настоящее время с альтернативными средствами массовой информации происходит очень много событий, которые, на мой взгляд, очень волнуют нас. Во-первых, я думаю, что если у тебя есть система убеждений, мне все равно, что это такое, которое непоколебимо, тогда ты никогда не раскроешь, что происходит. Потому что происходящее настолько фантастично, что это действительно выходит за рамки любой системы убеждений, что если у вас есть система убеждений здесь и сейчас. А также большая часть альтернативных средств массовой информации, так что вам не придется углубляться в те области, где вы собираетесь ее найти. Это похоже на то, что у вас есть основные средства массовой информации, область их исследований находится примерно здесь, а затем у вас есть альтернативные средства массовой информации, и они находятся примерно здесь. Но все равно есть забор, все еще есть баррикада, все еще есть здесь и не дальше. И поэтому идея подавляющего большинства альтернативных средств массовой информации о том, что вируса никогда не было, звучит чересчур убедительно. Должно же быть какое-то другое объяснение. И вот поэтому они покупают Уханьскую лабораторию. И что меня действительно шокирует, честно говоря, так это то, что я вижу, как люди говорят, видишь, я же говорил тебе, что это Уханьская лаборатория. И ты отвечаешь, да, так почему же ты говоришь это сейчас? О, потому что это уже подтвердилось. Хорошо, а кто же это подтвердил? Так говорят в ФБР, так говорят в ЦРУ, и ты уходишь, но именно им, по твоим словам, мы не должны доверять. А теперь ты цитируешь их просто потому что почему? Потому что это подтверждает то, что ты сказал, даже несмотря на то, что то, что ты сказал, является неприемлемым, я бы предложил это сделать. И ты знаешь, у нас были альтернативные средства массовой информации, и ты знаешь, в каком-то смысле это было здорово, но это было здорово в том смысле, в каком это происходило в то время. У нас было много людей, врачей, ученых и других людей, вышедших на альтернативную арену, которые подозревали, что по крайней мере часть повествования о ковиде не имеет смысла. И они подозревали, что поддельная вакцина против ковида потенциально смертельно опасна. Так вот, если быть честным, у некоторых из этих людей, и я включаю в это дело парня по имени Майк Идден, был свободный разум, чтобы продолжать в том же духе. И он понял, что это намного, намного больше, чем каждая мысль в начале и каждая мысль, когда он был в мейнстрим. И он действительно стал отличным дополнением ко всему этому. Но многие люди пришли сюда с акцентом на ковид, и это прекрасно, это хорошо, но они принесли с собой все остальные части своей господствующей системы убеждений. И они взяли на себя ответственность за альтернативные средства массовой информации ближе к мейнстриму. Так оно и есть. И я вижу людей, которые внезапно выходят на эту арену, словно аромат месяца. И то, что они делают, заключается в том, что они говорят только о политическом финансовом уровне этого заговора, который является скорее симптомом, чем причиной. И большинство из них сознательно или неосознанно придерживаются этой линии на этом уровне. И этот глобальный культ вполне доволен этим. Чего они не хотят, чтобы ты делал, так это погружался все глубже, 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 глубже в кроличью нару. Тогда вы поймете, к чему все это в конечном счете ведет. И когда ты осознаешь, тогда не только масштаб того, что происходит, но и как мы можем положить этому конец. И сейчас у нас есть альтернативная арена, где таких людей, как я, которые занимались этим делом 30 лет назад, просто увольняют, маргинализируют и высмеивают. Даже называли зазывалами люди, которые пробыли на арене всего 5 минут и действительно получили свою информацию от таких людей, как я, в первую очередь. но просто повторите этот политико-финансовый уровень, не вдаваясь в подробности того, откуда он исходит. Люди должны также помнить, что раньше людям, которые не были частью основного повествования, было намного проще действительно выйти и громко заявить о себе, быть действительно признанными, независимо от того, звонят ли они и ты сошел с ума так же, как Терри Уоган, или нет. По сути дела, происходит вот что. Со временем они нашли способ создать альтернативные, альтернативные средства массовой информации с повествованием о заговоре, а затем отодвинуть в сторону всех людей, которые изначально оказывали влияние на всех остальных. К тому же я часто сталкивался с подобными вещами в независимых средствах массовой информации. Большинство представителей независимых средств массовой информации, с которыми я встречался, я не отношусь как к их поклонникам. Я являюсь поклонником многих из них, потому что знаю их лично, и я знаю, что они желают мне добра. И я знаю людей, которые не продвигали эту распространенную теорию заговора о вирусе. Но с учетом сказанного, все действительно очень плохо. Если ты посмотришь на YouTube и увидишь кого-то, кто называет себя забаненным, и у него 300 просмотров каждого отдельного видео, и они приглашают знаменитостей на свое шоу, и они делают все эти важные вещи, ты должен действительно вопрос в том, насколько они альтернативны? А почему они не подвергаются цензуре? Несмотря на то, что такие люди, как ты, являются одними из самых подверженных цензуре людей в мире, и именно поэтому культовые произведения искусства. Это такая хорошая вещь, которую нужно иметь. Но я имею в виду, очевидно, что существует официальное изложение ограниченной стороны теории заговора, так называемой цитаты без кавычек сообщества? Сформулируй это так. Давай просто выберем одного парня Рассела Брэнда. Рассел Брэнд комик, и я познакомился с ним давным-давно, когда он приглашал меня на некоторые свои шоу, чтобы отлить. Так что я продолжал бы. Причина, по которой я продолжал, заключалась в том, чтобы сказать или попытаться сказать по крайней мере некоторым людям, которые это смотрят. Я знаю, что он собирается разозлиться, но по крайней мере некоторые люди, наблюдающие за этим, могут что-то понять, и это может побудить их взглянуть на это глубже. Так что я пошел дальше, и дело дошло до того, что в конце концов я сказал, что больше не буду участвовать ни в одном из его шоу. Это было похоже на то, что я не понимаю, что происходит, и весь этот заговор. Это означало, что на экране появлялись люди, известные люди, и спрашивали, он что рептилия, и все такое прочее. Так что я махнул на это рукой, совсем забыл о нем и обо всем остальном, и продолжал жить своей жизнью. А потом он появился в эпоху эпидемии ковида как настоящий борец за свободу. Исходя из твоего вопроса, я не думаю, что у Рассела Брэнда есть какие-либо проблемы с проведением своих шоу. Я изо всех сил стараюсь найти место проведения в любой точке мира, которое не отменили бы из-за давления на меня. Я надеюсь провести несколько концертов позже в этом году с другой группой, в другом направлении, с другой группой. Но ему не запрещен въезд ни в одну страну. Ему не запрещен доступ к отдельным частям интернета. Мне запрещен доступ к YouTube, запрещен доступ к Facebook. Запрещен въезд в 26 европейских стран шенгенской группы за то, что я согласился выступить на мирном митинге в Амстердаме. И разница в том, как власти относятся к Расселу Брэнду, и в том, как я отношусь к ним, абсолютно фантастическая. Он участвует в популярных британских и американских телевизионных шоу. Так вот, я вовсе не собираюсь выбирать его и говорить, все это ужасно и все такое прочее. Я просто хочу сказать, что с той точки зрения, с которой мы общаемся, посмотрите на то, как к нам относятся. Так что совершенно очевидно, что Рассел не представляет для нас угрозы. А почему бы и нет? Ведь он работает в той области, которая на самом деле не представляет угрозы. Он работает на арене политических манипуляций и финансовых манипуляций такого рода. Он не углубляется в эти более глубокие уровни, где, а, его могут высмеять, и, б, где кроются ответы на вопросы, и откуда исходит истинная причина всего этого. И я часто это вижу, и именно это я вижу в альтернативных средствах массовой информации, это баррикады строятся в настоящее время. А еще на баррикаде есть табличка вот здесь и не дальше. Так что если ты останешься на этой политической и финансовой арене, то с тобой все будет гораздо лучше, чем если бы ты углубился в эти более глубокие и темные области того, что происходит на самом деле. И вот я смотрю в Британии на ГБ Ньюс, эту новую радиостанцию, которая претендует на то, чтобы быть альтернативой мейнстриму. Так вот, да, они ставят под сомнение повестку дня трансгендеров. Они больше ставят под сомнение повестку дня в области изменения климата и тому подобное. Хотя если они будут слишком сильно сомневаться в повестке дня в области изменения климата, как это сделал Маркштейн, то они окажутся за дверью. Но я смотрю на то, что они освещают, я смотрю на то, что они говорят, и понимаю, что они абсолютно не являются какой-либо другой организацией. И часть этой баррикады, я уверен, что некоторые люди внутри нее знают об этом, я уверен, что большинство других людей в ГБ Ньюс этого не знают. Мы собираемся рассказать вам немного о том, что это часть этой баррикады, потому что мы знаем, что не можем полностью скрыть это, но мы собираемся просто пойти сюда и не заходить дальше. Так что вы не доберетесь до того, где находится настоящая правда. Я часто вижу, как это происходит в альтернативных средствах массовой информации, и мне кажется, что происходят какие-то странные вещи. Люди, которые, как ты думал, были в ударе и нажимали на кнопку, рекомендовали маски и все такое прочее, и покупались на мистификацию ковид. Это действительно нечто совершенно экстраординарное. Да, и ты знаешь, кто ты такой на самом деле. Но знаешь, все же это интересно, потому что да, у тебя есть Рассел Брент, Джо Такер, и у тебя есть группа, которая создается вокруг нас, и которая, похоже, является контролируемой группой независимых СМИ. Я даже не знаю, все ли они об этом знают, но я уверен, что некоторые из них это знают. И они как бы попадают в эту корзину людей, которые пойдут туда, но не дальше, как ты говоришь. И это прекрасный пример того, как когда они боятся, когда глобалисты, сатанисты, или как бы ты их ни называл, боятся люди, которые они вступают в войну с человечеством, с сознанием, с разумом, и когда они видят, как люди выходят из-под контроля, чтобы высказаться, тогда им приходится создавать альтернативу, иначе они сами, по сути, обречены. Потому что они знают, что скоро откроются шлюзы, которые сломаются. Да, Такер Карлсон очень интересный человек. Я уже много лет занимаюсь одной из первых вещей, а не первой вещью, которую я делаю каждое утро, вставая около пяти или шести часов утра. Это просматриваю на YouTube-версию шоу Такера Карлсона, сделанную накануне вечером. И я наблюдал, как Такер Карлсон превратился из заурядного стандартного выпускника консервативного новостного шоу, ведущего кабельных новостей в человека, который действительно становился все ближе и ближе к истине. Именно поэтому его и выставили на всеобщее обозрение. Я посмотрел на Такера и подумал, во-первых, это всего лишь вопрос времени, приятель. Судя по тому, как ты поступаешь, это всего лишь вопрос времени, когда они тебя выгонят. Но я смотрел на него и испытывал к нему огромное уважение, которое испытываю до сих пор, потому что на арене, на которой он работал, это канал Руперта Мердока Fox News. Мне запрещен въезд в Австралию. Мне запретили въезд в Австралию в 2019 году. И не в последнюю очередь благодаря усилиям газет Мердока в Австралии. Так что он, конечно же, не является сторонником свободы слова. И поэтому я испытывал огромное уважение к нему и к тому, что он делал в рамках того места, где он оказался, телеканала Fox News. И я просто надеюсь, что с этого момента он не попадется на удочку здесь и дальше и не начнет углубляться в те области, в которые другие не будут заходить. И с своей области журналистики. И одна из причин, по которой такие люди испытывают сопротивление, заключается в том, что я могу зайти так далеко, и зрители пойдут со мной вместе. Но если я зайду так далеко, то большая часть этой аудитории не пойдет со мной. И я открою себя для насмешек. Так-так, я собираюсь это сделать или нет? И тот факт, что он сказал, что собирается начать вещание в Твиттере, вызывает у меня некоторое беспокойство в этом смысле. Ты только посмотри на Илона Маска, и теперь он сам является частью этого процесса. Он сам является частью этого захвата альтернативной арены. Совершенно верно. Он присутствует повсюду. А что он делает, участвуя в выдвижении кандидатуры Десантиса на пост президента? У этого парня все в порядке с одеждой, черт возьми. Илон Маск. Вот это и есть Илон Маск. Я вижу, как в альтернативных средствах массовой информации его теперь называют Илоном. Как будто он всегда был одним из наших друзей, он всегда был одним из наших приятелей. О да, Илон Маск, о да, свобода слова, это абсолютно здорово. Что же здесь происходит? Он покупает Твиттер, все в порядке. Так вот, он публикует файлы Твиттера, показывающие, что глубинное государство, как оно называется, ФБР. Все эти люди диктовали ему Твиттер о том, кого можно было бы услышать, и что можно было бы сказать, а чего нельзя. Хорошо, а теперь скажите, в чем же заключается эта ситуация? Это именно то, чего хочет глубинное государство. Я полностью вас понял. Они зашили страницу Фейсбук, они зашили страницу Ютьюб, они зашили страницу Гугл, они зашили страницу Твиттер. Вот и все. На самом деле они зашили страницу Спотифай, которую транслирует Джо Роган, потому что они забанили и меня в 2020 году. Так почему же глубинное государство, обеспечив такой уровень контроля над Твиттером, именно то, чего мы хотим, не только продает его стороннику свободы слова Илону Маску, но и фактически начинает судебное разбирательство, чтобы заставить он сам купить это? Что происходит? Поэтому я обратился к альтернативным средствам массовой информации с просьбой объяснить мне, почему они так поступили. Конечно же, они бы этого не сделали, так что для этого должна быть какая-то другая причина. И одной из этих причин является захват альтернативных средств массовой информации и возведение вокруг них баррикад, что очень-очень опасно, потому что ты можешь прожить свою жизнь. Независимо от того, будет ли это это связано с медициной или с исследованием конспирологии, изучением симптомов, ой, я нашел еще один симптом, смотрите. Но если ты не найдешь причину, симптомы никогда не исчезнут сами собой. И причина этого кроется гораздо глубже, чем то, что альтернативные средства массовой информации в подавляющем большинстве случаев не полностью, но в подавляющем большинстве случаев готовы посмотреть на то, к чему они готовы привести. Я уже много раз говорил об этом, в независимых средствах массовой информации есть несколько человек, которых я действительно ценю. И я всегда был их большим поклонником от Джеймса Корбетти и таких людях, как Дэн Дикс, которые добиваются правды, о хороших, искренних людях, с которыми я провел много времени. Я познакомился с доктором Эндрю Кауфманом, поклонником которого я являюсь, потому что он высказывался против того, чтобы вирус вообще существовал. И все такое прочее, я думаю, очень важно. А затем, конечно же, ты сам и знаковые средства массовой информации. Я хотел бы закончить эту тему вопросом о том, что нового появилось в компании Айконек, почему люди должны подписываться на нее. Еще я должен добавить, что у нас действительно есть партнерская ссылка в описании. Ты получишь расширенную 10-дневную бесплатную пробную версию, если перейдешь по этой ссылке в описании, чтобы зарегистрироваться на Айконек. Но не мог бы ты немного рассказать нам о важности Айконек и о том, что там нового? У Айконек нет ни здесь, ни дальше. В этом-то все и дело. Так оно и будет продолжаться, и по сути, именно к этому я и стремлюсь с 1990 года. Я пойду туда, куда приведет меня информация. Я не пойду туда, куда, по моему мнению, мне будет удобно. Я не пойду туда, где, по моему мнению, это сделает меня популярным. Я не пойду или не буду заходить в такие места, где, как мне кажется, зрителям, которые сейчас смотрят мои работы, это может не понравиться. Ни один из этих критериев никогда, никогда не приходил мне в голову. Меня интересует только одна вещь. Что, черт возьми, происходит? И если у тебя нет того свободного ума, который готов идти туда, куда тебя ведет музыка, информация, то ты занимаешься самоцензурой. Я уверен, что в эпоху ковида были люди, которые действительно думали, если я рассматриваю этот сценарий без вирусов, таких людей, как Эндрю Кауфман, которые выпускали этот материал, а также меня и еще одного или двух человек. Я внимательно изучил этот вопрос, и на самом деле в том, что никакого вируса нет, действительно есть смысл, но если я скажу это, что люди подумают обо мне, я потеряю часть аудитории. И ты знаешь, я уже много раз говорил, что меня не интересует ни статуи, ни аплодисменты зрителей. Мне интересно узнать, что, черт возьми, здесь происходит. С этой точки зрения создается культовая картина. Она пойдет в любом направлении, куда потребуется информация. Таким образом, мы освещаем все, начиная с ежедневных новостных репортажей на уровне политических и экономических манипуляций и заговоров, потому что это тоже должно быть освещено. Но это также будет касаться и других аспектов реальности. А что же такое реальность? В чем заключается эта общая тема демонической силы, которую вы видите в христианстве, в исламе, во всех этих различных религиях и нерелигиозных течениях, в древних культурах? Есть эта постоянная общая тема этого нечеловеческая сила, которая манипулирует человеческим обществом, мы отправимся именно туда. Мы отправимся в внеземную область и все такое прочее. Мы отправимся туда, где информация требует, чтобы там было на что посмотреть. Вот кое-что, о чем большинство независимых средств массовой информации умалчивают, это сионизм. Я тоже пойду туда. На днях мне пришлось чертовски посмеяться над этим, приятель. Кто-то сказал в интернете, что я зазывала, потому что никогда не говорю о сионизме. «Мой друг, кем бы ты ни был, мне запрещен въезд в 26 европейских стран и Австралию, потому что я действительно говорю о сионизме». И ты знаешь, вся эта история с сионизмом очень интересна, потому что, опять же, это прекрасное средство оправдания того, чтобы заставить людей замолчать. Моя жизненная философия заключается в том, что все мы являемся единым сознанием. Все мы являемся уникальными проявлениями одного сознания, переживающими разный опыт. И независимо от того, черный ты, белый, какого бы цвета кожи ты ни был коричневый, принадлежишь ли ты к евреям, исламам, христианам или кому-то еще, ты все равно остаешься выражением этого единого сознания. И поэтому с этой точки зрения жизни, не может быть другой точки зрения, которая была бы менее расистской и менее осуждающей, людей по цвету кожи или по телосложению или по происхождению их веры. У меня есть простая жизненная философия. Делай то, что тебе нравится, до тех пор, пока ты не навязываешь это кому-то другому. Но если ты можешь, потому что ты называешь людей, которые являются евреями, крайними ультрасионистами, тогда ты по определению должен говорить то, что они делают. Каждый другой еврей в мире таков. Занимаюсь этим. И я позволю себе иронизировать над тобой. Одним из главных людей, пригласивших меня выступить в Амстердаме в прошлом году на митинге за мир, и с тех пор сотрудничавших с юристами в попытке отменить этот запрет, является еврей Мордихай. Потому что ярлык, который они тебе навешивают, это просто повторение чего-то одного и того же. Он антисемит, он антисемит, он антисемит. Весь этот Дэвид Айк, настоящий антисемит. А что значит антисемит? На самом деле это означает антиарабский, если разобраться, потому что ты говоришь о семитских языках, вот откуда берется семитизм. Тогда он в подавляющем большинстве случаев арабский, а не еврейский. На самом деле именно еврит, это тот элемент, тот маленький элемент, который является семитским. Таким образом, у вас есть целая область антидеформационной лиги, и все эти другие различные группы, которые фактически эксплуатируют еврейский народ, пытаясь запугать их. Чтобы они поверили, что кто-то, кого они хотят заставить замолчать по другим причинам, является против них и хочет их уничтожить. Я расскажу тебе одну историю просто для того, чтобы ты почувствовал, насколько все это экстремально. Я выступал в Маастрихте на мероприятии, которое длилось целый день, и были приложены огромные усилия, чтобы остановить это. А еще в Маастрихте был один еврей, который действительно заявил в средствах массовой информации, если Дэвиду Айку разрешат выступить в Маастрихте, я боюсь за свою жизнь. Ну и что же? Я прихожу, говорю и иду домой. Пока. Но именно в таком масштабе можно убедить определенное число евреев, по-видимому, очень многих, в том, что дело обстоит как раз наоборот. Мне совершенно безразлично, какова чья-то религия или происхождение. Мне не все равно, кто они такие. Как сказал Мартин Лютер Кинг, дело не в цвете твоей кожи, а в цвете твоего характера. Но это отличный способ заставить людей замолчать, потому что подавляющее большинство заведений, которые обращались ко мне, были связаны с антисемитизмом. В Британии существует организация, которая называется Компания по борьбе с антисемитизмом. Кстати, не покупай у них подержанную машину или даже новую. Именно они в значительной степени ответственны за то, что лейбористская партия была очищена от людей, которые просто критиковали Израиль. Так вот, это одна из основных областей цензуры и того, как она осуществляется. Хотя на самом деле я единственный, кто не видит расовых различий. Я единственный, кто видит сознание, одно и то же сознание в каждом человеке, просто оно находится в другом состоянии бытия. Ирония судьбы заключается в том, что тебя можно изобразить таким образом, в то время как на самом деле ты утверждаешь обратное. Но что тебе нужно делать, как ты хорошо знаешь на этой арене, так это понимать, когда ты вступаешь в нее, что ты вступаешь в огромное глобальное глубинное государство, которое действует через средства массовой информации, через правительство, через правительственные учреждения и агентства, через Силиконовую долину, все эти средства массовой информации, ты же знаешь, что тебя будут оскорблять, демонизировать и высмеивать. Ты же сам это знаешь. И поэтому ты принимаешь это как часть своей работы. И ты знаешь, когда люди говорят, что ты сумасшедший, что ты сумасшедший, все такое прочее, что многие люди в альтернативных средствах массовой информации говорят обо мне. Тогда я смотрю на это, и ты знаешь, что дело не в этом. Независимо от того, называют ли тебя сумасшедшим или сумасшедшим, все зависит от того, кто тебя так называет. В мире так много людей, как в мейнстриме, так и в альтернативной среде, хотя некоторые из названных тобой имен замечательные люди. В альтернативных средствах массовой информации работает очень много замечательных людей. Я вовсе не собираюсь посвящать их во все это дело, ни в коем случае. В альтернативных средствах массовой информации есть несколько замечательных, замечательных людей, настоящих искренних людей, которые действительно верят в свободу и полностью непредвзятый взгляд на вещи. Но когда люди называют тебя сумасшедшим или сумасшедшим, в зависимости от того, кто это делает, это действительно комплимент. Потому что когда идиот называет тебя сумасшедшим, что же это здорово, потому что это подтверждение того, что ты им не являешься. Именно тогда идиоты называют тебя вменяемым, а когда идиоты называют тебя заслуживающим доверия, вот тогда тебе нужно поволноваться и пересмотреть свои взгляды. Вот почему мне было весело и забавно, когда кто-то сказал, я видел это видео, которое ты снял сегодня, но разве ты не можешь сказать то же самое? Я хочу поделиться им со своей семьей. Они не верят ни во что из этой чепухи. И я сказал, что сейчас 2023 год, так что на данный момент, если они в это не верят, значит я уже в этом уверен. Я нацеливаюсь на людей, которые уже осведомлены, чтобы мы могли мобилизовать людей на данный момент, потому что очень трудно нацелиться на идиота. И если бы они думали, что все я сказал, что был прав, иначе это означало бы отсутствие подтверждения. Но ты указываешь на что-то очень важное и попадаешь в самую точку. Идея заключается в том, что наше сознание это компьютер, а наш мозг это антенны. Мы обладаем необъятным сознанием. Некоторые из нас расшифровывают его лучше других, но есть много людей, которые становятся все ближе и ближе к пониманию в какой-то степени того, что означает это сознание. И к тому же это не имеет никакого отношения к какой-либо расе. На самом деле это настолько сверхъестественно, что я не думаю, что большинство людей смогли бы точно определить, что же это такое, но это то, что мы все чувствуем. И я думаю, что это отличный способ закончить сегодняшнее интервью, сэр. Могу я сказать еще кое-что. Это напомнило мне о том, что вы только что сказали. Знаете ли вы, что я нашел? Я ничего не знаю о вас. Я пришел к выводу, что на общественной арене, как они пренебрежительно называли обычных джо или обычных людей, такого понятия не существует. В подавляющем большинстве случаев они воспринимают эту общую картину лучше, чем альтернативные средства массовой информации. И во многих отношениях население, или все большая и большая часть населения, видит, насколько глубока на самом деле кроличья нора. И я думаю, что в какой-то степени им начинает почти надоедать, что большая часть альтернативных средств массовой информации просто работает на этом уровне кроличьей норы. Они говорят, ну да, но мы видим, что все идет гораздо глубже. Где же ты находишься? О нет, нет, у нас есть баррикада, мы не можем ее преодолеть. И вот я нахожу, что благодаря тому, что я делаю с помощью книг, бесед и всего остального, это касается общественности, конечно, не всех и не всех в той или иной области. Но больше, чем когда-либо прежде, которые понимают, насколько глубока кроличья нора, а не альтернативные средства массовой информации, которые, по-моему, немного застряли в тупике. И по мере того, как река течет мимо, она превращается в водоворот на реке. И многие люди, проходящие мимо по реке, на самом деле являются представителями общественности, которые просто смотрят на это со своей собственной точки зрения. Я определенно видел это и сам. К тому же идея посмотреть на себя в зеркало в конце рабочего дня и уважать себя гораздо важнее, чем то, что другие люди будут комментировать ваше видео. На самом деле, на данный момент я больше не читаю комментарии, потому что это совершенно бессмысленно. Потому что если я упомяну сионизм в одном из видеороликов, меня назовут антисемитом. Если я не упомяну об этом в следующем видеоролике, все эти люди скажут, что я работаю на Израиль. В этом нет никакого смысла. Это абсурдно, это отвлекает внимание, это пустая трата времени, и очень важно уважать себя больше всего на свете. Давным-давно кто-то дал мне очень хороший совет. Мне сказали, Дейв, чего ты добьешься, выиграв спорт с идиотом? Ты никогда этого не добьешься, потому что идиот никогда не узнает, когда он проиграет. Все очень просто. Именно этим я и занимаюсь. Все очень просто. И это должно быть очень просто, но, конечно, из-за цензуры это еще более сложная задача. Ты выкладываешь информацию на всеобщее обозрение, ты не говоришь. Я говорю это, ты должен верить. Это так. Ты хочешь сказать, что вот тебе и другой взгляд на мир. Вот тебе и доказательства, подтверждающие это. А теперь делай из этого все, что тебе заблагорассудится. И если ты отвергнешь это предложение, то у тебя есть полное право отвергнуть его.